На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами «Затемнение». Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись «Марсель Броторс» «Джон Балдесарь». Часть 2. Джон Балдесарь, следующий, я думаю, что, может быть, вы помните его выставку, которая была в гараже, кто её видел. Отлично, в общем, более-менее понятен персонаж, о котором мы говорим. Этот американский художник, который также, наверное, занимается исследованиями этих новых соотношений слов, фильмов, языка и изображений, занимается в рамках концептуального искусства и занимается в ситуации, может быть, гораздо, так сказать, более настоятельной, чем у Броторса, потому что Балдесарь американец, калифорнийец. И он, наверное, гораздо раньше, чем европейцы почувствовали, насколько мир, в котором мы живём, становится переполнен уже не текстами, а изображениями. Вот это то, что произошло именно в 60-е годы массово, когда изображения становятся всё больше и больше и больше, с телевидением и так далее. А слов всё меньше и меньше и меньше, и что внутри этого делать. Как и Броторс, начавший свою карьеру художника с того, что с такого символического жеста самоубийства, похоронив свою поэзию, Балдесарь также начал свою карьеру концептуального художника с не менее радикального жеста. Он сжёг все свои картины. В 50-е и 60-е годы он занимался абстрактной живописью, абстрактным экспрессионизмом, но ничего из этих картин посмотреть мы не можем, потому что в 70-м году он решил все их сжечь, положив, так сказать, как бы, чтобы... уничтожив себя, совершив акт самоубийства, как живописец, а превратился в концептуального художника. Происходил этот проект достаточно зрелищно. Он не просто сжёг все свои картины, он сжёг их в печи крематория, потом он, как бы, со всеми, так сказать, похоронной атрибутикой, которая происходит, а ещё он предполагал, что, конечно, можно было бы сохранить копии этих картин, отснять их на микрофильмы, но потом все эти кадры из этих микрофильмов расклеить на открытки, открытки послать своим друзьям, но так, чтобы штамп и марка пришлась каждый раз именно по этому кадру, то есть несколько раз под как бы всеми возможными способами уничтожить память об этой живописи, сделать погребальную урну с этими картинками, сделать из какой-то части пепла испечь печенье, в которых есть прах этих картин сожжённых, и начать заниматься чем-то другим. Ну, собственно говоря, конечно, он сжёг не все свои произведения до 60-70-го года, сжёг он только живопись, потому что уже с начала 60-х он стал исследовать другие способы заниматься искусством. Бальдесари – один из первых художников, которые стали принципиально работать в современном искусстве с фотографией и настаивать на том, чтобы фотография – это то, что может присутствовать в музеях и галереях современного искусства. Сейчас это довольно странно, мне кажется, потому что кажется, что фотографии есть везде. В 60-е годы, кстати, и для Бальдесари, так же и как для Коши, это было очень важным, что они первые стали работать с фотографией, не как с фоторепортажем, не как с фотографиями, которые представлены на фотографических выставках и в музее фотографии, а как с медиа современного искусства. Поэтому один из… Причем фотографировать не что-то там, не художная фотография, которая должна быть красивой, обладать какими-то своими конвенциональными эстетическими достоинствами, а с фотографиями как со средством. Вот такой вот один из ранних фотографических проектов в Бальдесари заключался в том, что, собственно, он тоже занимался своей классификацией, фотографией как способ классификации образов окружающего нас мира. Он фотографировал грузовики сзади, потому что для него все эти грузовики, которые проезжают из Лос-Анджелеса в Санта-Барбару в такого-то числа, в такой-то день, что было важно, что двери задние этих грузовиков выглядят как картины, да, это вот абстрактная живопись, вот такие вот прямоугольники, рассеченные теми или иными линиями, и он снимает эти грузовики так, чтобы это выглядело как некая выставка абстрактных полотек, тех самых абстрактных полотен, которые в этот момент он раздумывает, что их вообще надо бы делать. Он решает их больше не делать, но увидеть эти полотна вот в этих самых, снятых со спины грузовиках, которые он классифицирует. Фотография может быть средством для самых разных проектов, потому что, как я уже говорил, Бальдесарь – один из первых концептуальных художников, где искусство – это идея, которую нужно сделать, где искусство – это соотношение реального изображения, символического изображения и так далее, где искусство – это проекты, чем бы можно заняться. И вот один из вот таких проектов 69-го года, пародирующий отчасти, как раз тогда возникший, ставший очень интересным и модным ландарт, он предлагает написать, перенести в реальность карту Калифорния. Вот есть Калифорния, есть некая территория, на которой на карте написано буквами Калифорния. А что, если каждую из этих букв нарисовать в реальности, в ландшафте, в том месте, где она должна располагаться на карте? Можно ли совместить реальный ландшафт с картой? Вот мы пишем, вот у нас буква С, вот у нас буква А, вот у нас буква Ф там где-то читается. Вот у нас все эти буквы написаны в реальных ландшафтах, где бы они должны были располагаться, если увидите в масштабе карты. Можно ли совместить карту с реальным изображением? Вот он ее там совмещает всеми возможными образами и думает о том, как было бы прекрасно еще, например, сделать буквы Тихий океан, которые бы на якорях плавали в Тихом океане так, чтобы их было... Это даже вопрос не в том, чтобы их было видно с самолетом, а в том, чтобы карта совпадала с реальностью. Если на карте есть буквы, то почему бы им не быть в реальности? Если на карте город Сакраменто отмечен огромной красной точкой, почему бы не поместить рядом с городом Сакраменто в реальном городе огромную красную точку? Она же есть на карте. Символическое изображение должно совпадать с реальным изображением. Как сделать так, чтобы вообще изображение, картинка, реальности, картинка совпадали? А можно ли взять реальный ландшафт и раскрасить его красками так, чтобы он походил на пейзаж нарисованный? Можно ли взять настоящую гору и раскрасить ее краской так, чтобы она походила на гору Сан-Виктуар с полотна Сезана? Это проекты, которые придумал Бальдесари, как любые, так сказать, концептуальные проекты. Они были более не менее выполнимыми и более не менее невыполнимыми, и нуждались или не нуждались в исполнении. Но, тем не менее, вот эта идея проектов, где сам вопрос о том, можно ли это выполнить или нельзя это выполнить, является частью проекта. И было то, что занимало Бальдесари в 60-е годы. Он занимался фотографией, причем фотографировал, как я уже говорила, фотографировал он то, что не надо, что никогда не является предметом фотографирования. Например, он фотографировал свой родной город National City. Это маленький калифорнийский городок, в котором нет никаких достопримечательностей, в котором он вырос. город, который определил его отношение к искусству, потому что человек, который растет в таком городе, естественно, не ходит в музеи, он знает все искусство по репродукции, по журналам, потому что никаких музеев и никакого настоящего искусства в ближайших окрестностях нет. Поэтому что можно делать в этом городе? Снимать его, картографировать этот город, который никогда не был предметом интереса, который никогда не содержал ничего, что стоило бы фотографировать. Фотографировать это принципиально не задумываясь о кадре, снимал он это из машины, не выходя из нее и продолжая рулить, не задумываясь о кадре, подписывал это, потому что в данном случае подпись имя, как бы картографировал этот свой мир. И, собственно говоря, из этого стал делать фотографии о том, что такое фотография, подписывая их, объясняя, чем он занимается. Более того, подписывая их рекомендациями из учебников по фотографиям. Поэтому это одна из самых его автопортрет. Работа Джона Балдесари. Лист белого цвета ориентирован вертикально. По центру и ближе к верхней границе листа приклеена черно-белая фотография. Фотография прямоугольная, ориентирована вертикально. Она занимает почти все пространство листа. На фото запечатлён мужчина, стоящий на улице. На переднем плане изображена дорога. В центре фотографии на обочине дороги стоит мужчина в белой рубашке и чёрных брюках. За его спиной стоит пальма. Мужчина стоит точно перед пальмой, поэтому пальма как бы продолжает его тело вверх. Пальма высокая и выходит за пределы верхней границы фотографии. За пальмой, немного в глубине фотографии, расположен одноэтажный деревянный дом с треугольной крышей. Дом окружён деревьями. Под фотографией, чёрными буквами, надпись на английском языке «неправильно». Перед пальмой, где пальма принципиально, где мизонцин принципиально выстроена очень плохо, так что кажется, что пальма это растёт у него из головы, подписано специально, это подписано как пример из учебника по фотографиям, так не надо делать. Вот так кадр строить правильно, а так кадр строить неправильно. Это образец ошибки, это образец неправильно сделанного кадра, что, собственно говоря, и занимало Бальдесаре, потому что кадр – это то, что надо показать. Тогда он начинает понимать, что он начинает заниматься концептуальным искусством, и в спорах, в разговорах о том, что такое концептуальное искусство, один из его знакомых, художник, калифорнийский представитель абстракции, Элхел говорит, ну что такое, чем занимается концептуальное искусство. Концептуальное искусство ничего не показывает, оно просто указывает на что-то пальцем. И из этой идеи искусства, которое указывает на что-то пальцем, Бальдесаре создаёт, это даёт ему идею проекта, проект «Живопись на заказ». Его очень интересовал феномен художников-любителей, которые, может быть, прекрасно владеют, по-своему хорошо умеют писать, они владеют ремеслом, но абсолютно не могут представить, что надо написать. И эти выставки художников-любителей, которые как раз в том же Нашнелл Сити могли происходить, музея современного искусства нет, вообще музея нет, но выставки художников-любителей, воскресных художников нашего города там проходят идеи этих художников-любителей. Ужасно Бальдесаре как феномен интересовали и среди его других концептуальных проектов, которые он предлагал как задание для своих студентов, потому что он много лет преподавал и преподает, по-моему, сейчас, и считается одним из таких самых блистательных преподавателей современного искусства в Америке. У него училась Синди Шерман, например, у него училась Дэвид Салли, у него действительно художник, который воспитал очень многих достойных художников. У него была идея, почему бы вам не сходить на выставку художников-любителей, не посмотреть их названия, их картин, и не сделать работы своей современного искусства, которые совпадали бы с их названиями. Названия там «Осенние листья», «Мексиканский орнамент», «Ксеногенезис-2» – это вот те названия, которые приводят Бальдесаре, «Ксеногенезис-2», если я могу себе представить, там, Калифорния 60-х годов, доморощенная психоделическая абстракция. Вот, действительно, прекрасное упражнение для студентов современного искусства – сходить в переход перед СДХ, посмотреть там названия и сделать свои произведения с такими же названиями. Ну, вот, собственно, вот этих самых художников типа из перехода перед СДХ, хотя я думаю, что калифорнийские художники-любители были профессиональнее. Бальдесаре приглашают в свой следующий проект, который заключается в том, что сам он ходит и со своим другом и фотографирует, как этот друг указывает на что-то пальцем, раз концептуальное искусство заключается в том, чтобы указать на что-то пальцем. Вот он указывает пальцем. Дальше Бальдесаре договаривается с рядом вот этих вот художников-любителей, предлагает им эти снимки, пальцы, которые на что-то указывают, и они по этим снимкам пишут картины, каждый в своей манере, каждый как ему хочется. Каждый выбирает тот снимок, который ему хочется написать. Вот получается такая вот выставка, которая, естественно, с проблемой. Все подписано. Чье это произведение? Это произведение художника-любителя, это произведение Бальдесаре, это живопись или это концептуальное искусство. Вот такой вот один из ранних проектов концептуального искусства, который, в отличие от такого регористического варианта Кошутовского, все-таки предполагает работу с картинками, но работа совершенно другого порядка. У Бальдесаре был период такого канонического концептуализма, текстовая картина, текстовая живопись, где он писал всевозможные сентенции, что такое по поводу этого трактата из искусствоведческих текстов, это определение живописи, качественный материал, осторожное исследование, хорошая там работа, вот что там делает превосходную живопись. Все из этой живописи, здесь нету ничего, кроме искусства чистого, но все возможные сентенции, которые описывают картины, которые описывают живопись, вплоть до определения чистой красоты. Большая ретроспектива музейная Бальдесаре, которая была в 2009 году, называлась Pure Beauty, чистая красота, вот как она могла быть. И масса таких же предложений различных возможных и невозможных художественных проектов, которые могли быть просто набраны в виде текстов, и как бы даже иногда нуждались в реализации, иногда не нуждались в реализации. Это задание, которое он в том числе давал своим студентам. Причем удивительным образом Бальдесаре придумал огромное количество идей, которые потом таки были реализованы. Он их предлагал как проект. Например, у него был проект студентам «Наймите частного детектива, чтобы он следил за каким-нибудь из известных художников, которые вас интересуют». И делал фотографии, записи, киносъемки, потом изучить результаты его творчества, результаты работы этого частного детектива. Я не знаю, сделал ли это кто-нибудь из студентов Бальдесаре, но потом это сделала Софика. Проект со слежкой. Другой проект, который делал Бальдесаре, давайте пригласим из полицейского участка художника, который рисует по описаниям, может нарисовать по словесному портрету. Я войду в комнату, представлюсь, выйду, потом придет этот художник, и вы будете описывать ему, как я выгляжу, чтобы он создал мой портрет по вашим словам. Кателан это сделал, этот проект. Бальдесаре предлагал, а может ли готовка быть искусством. Он это не сделал, но рекретирование это сделал. То есть он действительно предложил огромное количество идей в виде таких страничек, которые потом, как выяснилось, кто-то может сделать, делались как произведения искусства. Оказалось, что произведение искусства лучше бы сделать, а не оставлять как проект, потому что проект могут забыть. И причем у него был единственный проект, который был принципиально невыполнимым, и при этом действительно состоялся в качестве повтора такого же невыполнимого проекта. У него был проект, который задумался о том, а можно ли выставить в качестве произведения искусства настоящий труп. Выставить его так, чтобы это выглядело, при этом сделать мизансцену, все нефизиологично, все очень правильно, он лежит за стеклом, там поставлен свет, есть холодильные установки, ну все как бы. Но он – это настоящая трубка, мертвое тело, которая лежит в мизансцене мертвого Христа Монтене. Это из самых страшных работ мировой живописи, представляющих смерть. Что изменится в нашем восприятии, если мы будем видеть нечто, что выглядит как то, что заведомо является произведением искусства, но при этом будем знать, что это настоящее мертвое тело. Где здесь дистанция? Работа Монтене – тоже работа о смерти. Работа очень жуткая, работа совершенно не разрывающая все условности своего времени. Что сейчас будет? Будет это работать или не будет это работать? Сам проект, как Бальдесарь его предлагал, он заведомо предлагал как неосуществимый, но, естественно, он не был осуществлен, но идея эта посещала… Помните, мы говорили про Грегора Шнайдера, у которого была такая же похожая идея, можно ли в музее представить мертвое тело, а вернее, умирающего человека, можно ли в музее ввести настоящую смерть? Но для него, для Шнайдера, это была все-таки идея про то, может ли музей стать местом, которое человек выбирает для своего умирания, вместо того, чтобы умирать в больнице, где на него никто не смотрит, где никто не хочет осознавать его смерть. Но действительно такие неосуществимые идеи, которые тоже посещают самых разных художников, и которых, не говоря про этот жуткий, действительно вызывающий проект про мертвое тело, остальные проекты, которые предлагал Бальдесарь, они были, как впоследствии выяснилось, прекрасно осуществимыми другими художниками. Ну, там все варианты, которые он предлагал. И в следующем году, после того, как он покаялся за живопись и сжег все свои картины, он, можно сказать, покаялся за концептуальное искусство и за текстовое искусство, он придумал акцию «Я больше не буду делать скучное искусство». И, как такой школьник, которого наказали, исписал этой фразой, покаянной «Я больше не буду делать скучное искусство», бесконечное количество, часовая пленка в камере. Сколько надо исписать страниц, пока не кончится пленка в видеокамере? Сколько раз надо написать «Я больше не буду делать скучное искусство», чтобы заполнить всю комнату? Что может быть скучнее, чем такое покаяние? «Я больше не буду делать скучное искусство». Причем для Бальдесери в результате фразы, которую, я думаю, многим хочется услышать от любого художника-концептуалиста, стало таким слоганом, когда может быть растяжка на самолете. Вот так вот эта фраза выглядела на Венецианской биеннале 2009 года, когда в этом году Бальдесери дали золотого льва за вклад в жизнь. Цветная прямоугольная фотография ориентирована горизонтально. Фотография старинного здания на улице в Венеции. На переднем плане узкой полосой запечатлён водный канал. По нему проплывает гондола. Здание стоит на самом берегу канала. Оно четырёхэтажное, бежевого цвета. В здании много окон. По форме они все похожи на узкие вытянутые арки. Окна и двери обрамлены белыми наличниками. Окна на третьем этаже завешены тканью красного цвета. Вдоль окон на третьем этаже висит растяжка. Это полоса белого цвета с надписью чёрными буквами на английском языке. Я не буду больше творить скучное искусство. То есть, его чествовали. Я больше не буду делать скучное искусство. Прямо в самом главном месте в Венеции. При этом, как бы, скучное искусство он продолжал делать. Оно уже не было таким абсолютно связанным с текстом. Оно было связано с теми или иными занятиями. И оно было связано с фотографией. Например, попытаться сфотографировать, фотографировать подброшенный воздух мяч, так, чтобы он каждый раз оказывался в центре кадра. Что, конечно, было невозможно. Попытаться сфотографировать три подброшенных мячика, так, чтобы они выстраивались в одну линию. Что тоже, конечно, было невозможно. Фотографировать дым сигара, так, чтобы он как можно больше походил на облако, на фотографии. Повторять это тоже из заданий его студентов. Повторять, попытаться придумать 40 разных способов для обыденного жеста. Как ты снимаешь шляпу, как ты расчесываешь волосы. Вот вообще исследовать повседневность, придумывать некий язык же, как бы экспериментировать с этим. Какими способами можно снять шляпу, сколько бывает шляп. И в то же время, как мы говорим, что будет, если мы каждое утро будем говорить, просыпать, будем говорить фразу «доброе утро» и записывать ее на магнитофон. Что будет, если мы в течение получаса будем записывать на магнитофон все наши ощущения. Что будет, если мы попытаемся придумать секретный жест, которым мы здороваемся. То есть создавать некий язык жестов, постепенно начинать в самой нашей повседневности видеть некий код, видеть некий язык, видеть некую систему образов, которыми мы изъясняемся. И одним из, конечно, первых таких кодов, которые присутствуют в нашей повседневности, присутствуют в искусстве, является цвет. Тоже такой фотоперформанс с цветами, которые появляются, с цветами, которые, конечно, противоречат такой канонической эстетической концептуализму, который должен быть черно-белым, как мы помним. Но это концептуализм пошутовский, концептуализм восточного побережья, нью-йоркский. Это у нас конкурирующий мир. Это Лос-Анджелес, это Калифорния, это западное побережье, где искусство, естественно, немножко по-другому устроено и все время оспаривает то, что происходит на восточном берегу. Поэтому здесь, конечно, в концептуализме нужно, чтобы появился цвет, и возникает проект цвета. Работа «Плавающий. Цвет. 1972 год». Прямоугольный холст белого цвета ориентирован горизонтально. Слева направо к холсту прикреплено шесть одинаковых фотографий. Фотографии ориентированы вертикально. Запечатлён фасад деревянного одноэтажного дома с двускатной крышей. Первый этаж дома окружён широкой верандой, на которую в центре первого этажа ведёт просторная белая лестница. Треугольник стены под скатами крыши окрашен в белый цвет. В нём два окна. Внизу большое окно, поделённое на три части. Над ним маленькое квадратное. На каждой фотографии перед окнами второго этажа изображены прямоугольники, по-разному ориентированные. На крайнем фото слева – прямоугольник красного цвета. На трёх следующих фотографиях справа прямоугольники жёлтые. На двух крайних фотографиях справа прямоугольники голубого цвета. Проект, который, как Бальдисаре говорит, вызван тем, что ему ужасно понравилось слово «дефинистрация». «Дефинистрация» – это убийство посредством выбрасывания из окна. И вот из этого малоупотребимого слова он придумал проект, во время которого действительно что-то выбрасывается из окна. Выбрасывается из окна просто лист бумаги, каждый раз разного цвета. Таким образом, в этой достаточно малоокрашенной картинке возникает вот это самое пятно яркого цвета каждый раз со своими значениями. Тогда же он начинает работать с телевизионной, с кино, а с чем ещё можно работать в Лос-Анджелесе, в который он переезжает, и предлагает актрисе профессиональной изобразить психологическую реакцию на тот или иной цвет. Сыграй, как ты реагируешь на красный, сыграй, как ты реагируешь на синий, сыграй и записывает вот эти вот её сыгранные психологические реакции. Он начинает собирать цвета, как цвет, не что-то, что является элементом живописи, не что-то, что является элементом эстетики, а что-то, что является элементом языка. Вот если я буду регистрировать цвета всех машин, которые мне сегодня попались в этот день на улице, во что сложится этот языковой код? Вообще, что такое цвет? Не как часть живописи, не как часть мира. А что такое цвет как код? И можем ли мы попытаться этот код, обращенный к нам, прочитать? Цвет – это всегда символическая система, о чём Вальдесаре вспоминает, что красный – это всегда опасность, например. Потом эти жёлтые – это измена. Там куча разных способов прочтения цвета символических, начиная от таких народных примет и кончая системой Кандинского, где круг-треугольник – квадрат, квадрат – красный, по-моему, треугольник – жёлтый, круг – синий. Или наоборот, что есть цвет, закреплённый за каждой формой, цвет, закреплённый за каждой эмоцией. Эти цветовые системы всё время придумываются. Но может ли цвет быть просто абсолютно оторванным, не свойством изображаемого, а чистым кодом? Причём таким же чистым кодом. В общем, цвет был уже в поп-арте. То, что делает Вальдесаре – это такое пересечение несовместимого концептуализма и поп-арта. То есть, если для Бродхорса – это пересечение концептуализма и сюрреализма, Магритовского, то здесь, значит, пересечение концептуализма и поп-арта, где в поп-арте тоже цвет, помните, у Орхола, да, это всегда цвет как раскраска. Это волосы покрасили жёлтым, глаза синим, а губы красным. Почему? Потому что красный, жёлтый и синий было написано на тюбиках с краской. Это абсолютный код. Вот здесь, как бы, а если код тюбики не читает, то волосы могут оказаться синими, а губы жёлтыми, как тоже это всё постоянно бывает. Здесь тоже, что такое цвет, как код. Можно ли этот код, можно ли эти абстрактные значения цветов извлечь из повседневности, можно ли попытаться таким образом дешифровать и классифицировать, потому что это уже идея про классификацию, повседневность. Можно ли взять таблицу цветов и, идя по улице с фотоаппаратом, встречать, вот когда думаешь, а вот это синий, я его сфотографирую, а вот это зелёный я его сфотографирую. Насколько наше представление о цвете можно поддержать теми цветами, которые мы видим в повседневности. Работа Джона Балдесари «Цвета, которые мы помним» 1976 год. Очень узкий прямоугольный холст белого цвета ориентирован горизонтально. Слева направо на холсте располагаются семь одинаковых по размеру фотографий. Они ориентированы горизонтально. Фотографии составлены вплотную, без промежутков. На крайнем фото слева изображена розовая поверхность ладоней человека. Далее справа на белом фоне сфотографирована маленькая короткая палочка чёрного цвета. Далее фото серой гладкой поверхности, похожей на бетон. Ещё правее фотография, разделённая на две горизонтальные полосы. Сверху тёмно-серая полоса, снизу почти чёрная, словно тёмное море во время дождя. На следующем фото – кусок ярко-голубого неба без облаков. Справа – фото зелёного газона. На крайнем справа фото изображена серо-светло-коричневая поверхность песчаного пляжа. Я хочу фотографировать каждый цвет, который ты можешь определить в окружающем тебя мире. Можно ли сделать фильм, который состоит из того, что в течение получа, это длинное довольно кино, где он просто каждый раз красит заново комнату другим цветом. В понедельник – красным, во вторник – оранжевым. Семь дней, семь цветов радуги. И что вообще может являться языком? Может ли являться языком кино? Что такое кино само по себе? Бальдесари – один из первых художников, который начинает исследовать кино как некий алфавит образов, как некий архив всевозможных образов. Начинается его интерес к кинематографу, ну, помимо, собственно говоря, идеи местности, тем, что в 70-е годы некоторые голливудские студии предлагали в качестве сувенира на продажу кадрики из кинофильмов. Вот ты можешь пойти на студию и купить реальный кинокадр из любимого фильма. И Бальдесари – это идея, что материализация фильма, что фильм может покупать как сувениры, покупать эти киноархивы, ужасно заинтересовала. И первый кадр, который он купил или нашел, выяснилось, что на этом кусочке пленки «Звездная ночь» Ван Гога, репродукции «Звездная ночь» Ван Гога. Скорее всего, это было вполне возможно, это был фрагмент одной из копий фильма «Жажда жизни» Байопика Ван Гога, классического голливудского Байопика художника. И в этот момент происходит вот это, что такое картина как часть фильма, что такое фильм, который может стать картиной, что такое вообще кино как некий архив всех возможных образов, что такое кино как алфавит. Один из проектов Бальдесари заключался, например, в том, чтобы взять кадрики или фрагменты из рекламы, из телевизионной рекламы и попытаться эти кадрики смонтировать в некую новую, абсолютно другую историю, рассказать с помощью этих кадров другую историю. И попытаться делать снимки, он снимал фильмы, делал съемки с телеэкрана. И пытался из этих образов работать с ними не как с элементами сюжета, не как с актерами, а как с неким алфавитом человеческих эмоций, соотнеся их, например, с цветами. Что такое все возможные выражения всех лиц киноактеров или актеров рекламных роликов, можно ли из них составить абсолютный архив человеческих эмоций, можно ли из них составить некий язык, что такое кино как некий самостоятельный язык. И что такое цвет как самостоятельный язык. Поэтому цвет у него начинает накладываться на архив кинокадров. Работа Джона Балдесарь. Черно-белая фотография. Трое мужчин стоят на тротуаре. Мужчины одеты в деловые костюмы с галстуками. Каждый из них держит в руках свёрток в форме плоского параллелепипеда. Вместо их голов с помощью фотомонтажа нанесены разноцветные круги. Голову мужчины слева заслоняет красный круг. Голову мужчины в центре заслоняет голубой круг. Голову крайнего справа мужчины заслоняет круг жёлтого цвета. С цветом он очень интересно работает. Первое, что у него появляется, это вот эти самые кружки, которые напоминают, довольно часто это первая ассоциация, которая приходит, что это то, чем как в галерее их помечают проданные работы. Одних наклеивают кружок. Хотя я не уверена, что такая практика была уже в 70-е годы. Можно вспомнить те же самые точки у Яой Кусама, как то, что растворяет изображение, как то, что можно подумать о том, что это работа между абстрактным и фигуративным. Можно вспомнить, поскольку закрывают бальтесария этими точками лица, что это тема, то, что создает анонимность сфотографированного персонажа, которого нельзя по тем или иным юридическим соображениям называть, это закрытое лицо. И это то, что заставляет по-другому воспринимать сюжет. Сюжет от этого не... Это кадры из фильмов. Сюжет очень хочется прочесть. И то, что лица спрятаны, создает дополнительный саспенс. Не разрушает сюжет, а делает его еще более напряженным. Заставляет смотреться в детали. Заставляет увидеть во фрагментах то, из чего хочется этот пазл собрать заново. Это все время некая разгадка, собрать этот сюжет заново. Это то, что любому кадру обеспечивает, как ни странно, саспенс. Ну и не говоря уж о изобразительном ряде. И одновременно, довольно забавным образом, эти работы бальтесария с цветами напоминают работы, которые в 80-е годы делал Эрик Булатов, когда у него тоже наш художник работающий в манере, которую можно назвать реалистической, когда у него в какой-то момент фигуры просто превращаются в красные контуры. И этот контур – это тот момент, где фигура, условно говоря, прижимается к полотну, к той границе, условному экрану, который отделяет пространство картины от нашего пространства. Это, может быть, то, что делает бальтесария, это то, что помечает экран, то, что помечает картину как экран, к чему прижалась фигура из того мира. Но это, скорее, интерпретация, имеющая отношение к Булатову, чем к бальтесаре. И даже свою серию с фотографией National City он переделывает, собственно говоря, с этими кружками, которые помещены в кадр, переигрывая её заново. Вот все эти возможные контуры, которыми закрыт персонаж. Работа «Серия принуждений», 2003 год. Узкий прямоугольный лист ориентирован горизонтально. Лист составлен из трёх квадратных фотографий одинакового размера. Фотографии чёрно-белые. На каждой фотографии запечатлён городской пейзаж. С помощью фотомонтажа на фотографии добавлены три цветные человеческие силуэты. На первом фото крупным планом снята стена здания. В верхнем левом углу фотографии заметна часть окна. Под окном располагается чёрный козырёк от дождя. По стене вверх карабкается силуэт голубого цвета. Он кажется очень маленьким, приблизительно в половину высоты окна. На фотографии в центре запечатлён вид на улицу сверху. Через всю фотографию тянется дорога, переполненная машинами и людьми. Вдоль правой стороны дороги стоят 10- и 15-этажные дома. На крышу одного из домов взбирается силуэт жёлтого цвета. Он непропорционально огромен – 4-5 этажей в высоту. На крайнем фото справа также чуть сверху запечатлена улица. Дорога тянется из правого нижнего края вглубь фотографии. Справа и слева – высокие дома. На переднем плане слева изображён строящийся дом. На доме изображён красный силуэт в 5-6 этажей в высоту. Он как будто перелезает через возводящиеся стены дома и вот-вот спрыгнет на мостовую. Нарисован персонаж и в этой серии. Остаётся вопрос, есть ли за этим контуром нарисованная фигура, или он её вписывает в сюжет. Он её закрашивает или он её наоборот поместил туда. Вот все возможные истории с кадрами. И препарирование уже киноязыка. Это серия работ, которая выглядит как почти абстракция. Вот всевозможные абстрактные элементы с элементами сюжета. На самом деле это препарированные кадры из фильма, где все эти почти абстрактные композиции – это элементы этого самого единственного кадра из этого фильма. Как можно собрать архив, каталог и алфавит кинематографических образов. Все возможные пистолеты, например. Вот такая замечательная целая стопка идущих, падающих, лежащих, стоящих людей. Работа Джона Балдесари «Горизонтальные люди» 1984 года. Узкий прямоугольный лист ориентирован вертикально. Лист состоит из девяти соединённых вместе узких чёрно-белых фотографий, ориентированных горизонтально. Таким образом, каждое следующее фото расположено под предыдущим. На каждом фото изображён человек в горизонтальном положении. Кто-то лежит на спине, кто-то на боку, а кто-то на животе. На самом нижнем фото изображён идущий человек. Но фото ориентировано горизонтально, и Земля оказывается не снизу, а справа. То, что Балдесари в 80-е годы начинает делать, работая с фотографией, с кинокадрами, которые он не с кино, предвосхищает то, чем уже в 2000-е годы, в 90-е будет заниматься Кристиан Марклэ, когда он делает свои часы. Это почти те же самые часы, только в виде... Как они рифмуются, что это за алфавит, что это за язык, что этим языком можно сказать заново. Это действительно почти поп-артная композиция из фрагментов, но всё-таки строящаяся по принципу некого языка и некого высказывания из языка. Вот такая вот замечательная штука всевозможных падений, где загадочным образом, я не знаю, насколько это осознанно, потому что это центральное панно, очень напоминает картину Орхола с самоубийством, самоубийцей. Работа «Падение вверх», 1986 год. Прямоугольный белый холст ориентирован вертикально. На холсте размещено семь чёрно-белых фотографий. Некоторые фотографии сгруппированы так, что между ними нет белого фона. Между другими видны большие промежутки белого холста. По краю всех фотографий идут тонкие чёрные рамки. В нижних углах холста расположены две одинаковые квадратные фотографии. На них изображён мужчина, ковбой, сидящий на коне. На мужчине шляпа с широкими полями и широкие брюки. Перед конём стоят две пастушьи собаки. Фотографии зеркально повторяют друг друга и расположены так, что один конь повёрнут мордой к другому. Между фотографиями большой промежуток белого фона. Над ним расположены ещё три фотографии. Они составлены вместе, и между ними нет промежутков. Они образуют как бы вытянутую по вертикали башню, которая своим нижним краем опирается на углы зеркальных фотографий с ковбоем. На верхней фотографии изображён человек в прыжке на фоне стены. Создаётся впечатление, что он парит. Фотография тонирована жёлтым цветом. На фото ниже, на фоне белого неба, в правом нижнем углу кадра, изображён человек. Он как будто спрыгнул откуда-то с разбега и теперь летит вниз. Его ноги согнуты в коленях. Правая рука вытянута вперёд. Фото имеет розоватый оттенок. На нижнем фото также изображён падающий человек. Он находится низко от земли и располагается параллельно ей, из-за чего на фото создаётся впечатление, что он парит. Справа, вплотную к этой башне из фотографий падающих людей, пристроена узкая вертикальная фотография. На ней изображена бетонная стена с приставной лестницей и нога спускающегося по ней человека. Слева от башни находится маленькая узкая фотография. Она расположена над левой фотографией ковбоя и наклонена вправо, таким образом, что между её правым краем, центральной башней с фотографией и верхним краем фотографии с ковбоем образуется большой треугольник белого фона. На этой узкой наклонённой фотографии в центре внизу изображён идущий человек. За ним далеко назад тянется высохшая земля с редкими растениями. Фото имеет голубой оттенок. Но это не тот же кадр. И в свою очередь Бальдесаре комментирует, что для него этот кадр с падающим человеком или прыгающим человеком. Мы не понимаем, что здесь происходит. Это ещё и отсылка к Эвукляину с его прыжком в пустоту. Постановочным кадрам, где он прыгает, как бы бросается из окна. То есть вся эта история падения, что является прыжком, что является падением, что является самоубийством, каким образом из всех этих кинокадров можно выстроить некую свою архитектуру, создать из этого другое пространство, создать из этого композицию, сделать их опять-таки элементами абстракции. Сколько языков содержится один в другом. Как соотносятся эти руки, например, как препарируется язык кинематографа. Поскольку кинематограф – это то, что, наверное, является более мощным языком, это то, что накопило больше образов, больше картинок, чем, может быть, вся живопись за всё существующее время. Естественно, кинообразов больше, чем всех живописных образов, может быть, даже больше, чем всех сфотографированных образов. Как со всей этой невероятной толщей образов, огромным архивом, как с ним работать, как его попытаться препарировать методами изобразительного искусства, как из этого выстраивать некие новые истории. Что-то элиминируя, что-то закрашивая, как несущественное, вводя элемент света. Как можно, опять-таки, работать с отнесением слова и образа, и что это даёт. Серия Гоя, да? Почему Гоя? Потому что те фразы, отрывки фраз, которыми Бальдесари подписывает своё изображение, это фразы, которые встречаются в подписях Гоя к его сериям афортов, по-моему, ужаса войны. Работа из цикла, посвящённого Гоя, 1997 год. Прямоугольный холст ориентирован горизонтально. Слева направо на холсте располагаются три фотографии одинакового размера. Фотографии чёрно-белые. На крайнем слева фото запечатлён персик. Под фото с персиком чёрными буквами надпись на английском языке «Меньше, чем потрясающе». На следующем фото справа в центре изображена скрепка. Под ней чёрными буквами на английском языке написан союз «И». На крайнем фото справа изображён человеческий рот. Рот слегка приоткрыт, видно зубы. Положение рта одновременно напоминает и улыбку, и оскал. Под этим фото чёрными буквами расположена надпись на английском языке «Это не смогло помочь». Они все подписаны, там есть слова. Там может быть просто слово «эн», там может быть просто слово «и». Можно ли к этому слову найти, можно ли это слово вырвать из контекста, можно ли к нему найти другой визуальный ряд. Сложится ли этот, как этот алфавит можно разобрать на части, с помощью него выстроить другую историю. Насколько слово к этому привязано, что создастся ли из этого другой сюжет. Как можно соотнести картины Гоя, кадры из фильмов Хичкока, слова, предметы обыденной жизни. То есть это некая тоже история про такой крах и при этом собирание заново неких алфавитов, которыми как перевести живопись в кино, как перевести слово в картинку. Слово, картинка, кадр. Как это всё соотнести получится и что получится в результате этого всего. Насколько это всё перейдёт в некий новый язык. Насколько... И опять-таки, как это всё соотносится с реальностью. То, что делал... Это опять-таки фотографии с венецианской биеннале, вот той самой биеннале 2009 года, когда чествовали Бальдесаре, где он сделал историю про иллюзию, историю совершенно магритовскую. Это венецианский павильон, который в садах Жардине, который был заклеен вот такими вот, как сказать, фотообоями с изображением абсолютного калифорнийского рая. Работа Джона Балдесаре. Цветная фотография ориентирована горизонтально. Фотография сада весной или осенью. Часть деревьев покрыта листвой, часть стоит с голыми ветками. Погода ясная. В центре кадра серая асфальтированная дорожка. Она упирается в прямоугольную, вытянутую по горизонтали стену, обклеенную фотообоями. На фотообоях изображены голубые небо и море. На берегу моря стоят четыре белоснежные колонны. На колоннах сверху лежит длинная плита белого цвета. Сверху над плитой большими белыми буквами напечатано слово «Биеннале». На фото по бокам от колонн стоят зелёные пальмы. На асфальтированной дорожке перед обоями располагаются плоские фотоизображения людей в полный рост, а в натуральную величину, вырезанные по силуэту. Они стоят на разном расстоянии от стены с фотообоями, как будто идут по дорожке парка в её сторону. И фотообоями, которые сделаны так же, как делают голливудские задники. То есть это голливудская декорация, представляющая Калифорнию, которая внесена в пространство Венецианской биеннале, которая стала картиной, стала инсталляцией. Это язык иллюзий, декорации, кино и обманки. То есть самые обманки, с которыми в Альдесаре будет работать, вот этот условный кадр с небесами, вот этот мозг, превратившийся в облако. Естественно, работающий с той же игрой иллюзий, с которыми работает Магрит, с его так же игрой, с кинематографическими образами, с этими самыми синими облаками в небе, которые вполне магритовские, что для Бальдесаре важно, потому что он, кроме всего, Магрит – это тот художник, то влияние которого он абсолютно признаёт. И для него было и в 2005 году или 2007 году он делал дизайн выставки «Магрит и предательство образов». Это был большой кураторский проект, который был сделан в Лос-Анджелесском музее Лакма. О влиянии Магрита на современное искусство, где то, что сделала Бальдесаре, это, естественно, пол в виде неба. А насколько это влияние простиралось до бесконечности, можно судить, потому что на первом плане там, собственно, кролик Джеффа Кунса, который к Магриту и к сюрреализму тоже, видимо, имеет какое-то отношение. И идея языка, идея кинообразов как языка – это идея ещё одного очень недавнего проекта Бальдесаре, где он составляет алфавит всех возможных выражений лиц, которые он берёт из этого выражения лиц голливудских актёров, это выражение лиц из фильмов, сколько они могут быть. Это, знаете, немножко напоминает сериал «Салгимни», да, вот этот самый алфавит, помните, да, такой алфавит выражения, как можно читать лица, как можно читать все возможные выражения, читать их по кинообразам. Но при этом это несколько частей, как эти, потому что потом надо понять, как этот язык соотносится с другими языками, например, с цветами. Прямоугольный лист ориентирован вертикально. Сверху вниз на листе располагаются три фотографии одинакового размера. Фотографии чёрно-белые, но с помощью фотомонтажа на них наложен цвет. Все фотографии сдвинуты к левой границе листа. Справа находятся подписи к фотографиям. На верхнем фото изображено лицо мужчины. Лицо повёрнуто в правую сторону и показано в три четверти. У мужчины тёмные волосы, острый нос и узкий подбородок. Фото раскрашено в зелёный цвет. Справа чёрными буквами на английском языке надпись «Глаза полные зависти». На средней фотографии крупно запечатлена смеящаяся девушка в анфас. Улыбка широкая и открытая. Фото раскрашено в жёлтый цвет. Справа чёрными буквами на английском языке надпись «Далека от скромности». На самой нижней фотографии изображён мужчина в анфас. У него густые чёрные волосы и брови. Брови приподняты. Глаза смотрят вбок. Губы растянуты в лёгкой улыбке. Фото раскрашено в синий цвет. Справа чёрными буквами на английском языке надпись «Улыбающиеся глаза». Это продолжение проекта 70-х годов. Он пытается найти выражение, которое... Сначала выражение лиц, которое эквивалентно тем, или иным идиомом. И потом выражение лиц, которые могли бы быть реакцией на тот или иной цвет. И потом просто цвета. Цветом чего могут быть... Как они подписываются. Как мы знаем, как они называются. Он брал в том числе... Чистая радость. Он брал в том числе реально существующие названия цветов. Причём существует несколько систем названия цветов. Одни цвета – это названия, которые используют профессиональные художники. Другие цвета – это цвета, которые используют дизайнеры. Третьи цвета – это цвета, которые использует... Там просто владелец дома, который решил сделать ремонт и пошёл купить себе банку краски, чтобы покрасить стены в квартире. Из всех этих разных систем наименований цветов, которые существуют, Бальдесари выстраивает свои азбуки. Азбуки, когда все эти цвета... Все названия цветов, отсылающих к еде. Горячий брауни, американский сыр, морковная палочка и так далее и тому подобное. Все варианты розового. Слоновий розовый, нежная 16-летняя розовая, розовая гармония и так далее. Райский розовый и так далее и тому подобное. Всё, что связано с какими-то небесами и эмоциональными состояниями. То есть все возможные алфавиты, как абстрактные и конкретные соотносятся. Как лицо может быть выражением вот этого самого лягушачьего зелёного, которое существует только воображение продавца краски и которое уже не имеет никакого отношения, собственно, к лягушкам. Какие системы языков действуют в нашем мире? Что такое лицо вообще как система языка? Как лицо распадается на составные части? Чёрно-белая фотография ориентирована горизонтально, серый фон. Слева запечатлена мужская голова. Голова немного опрокинута назад. Мужчина молод, у него чёрные волосы и чёрные густые брови. Глаза немного прикрыты и смотрят вперёд. Рот широко открыт. На место его правого уха с помощью фотомонтажа прикреплено ухо розового цвета. Оно повёрнуто в другую сторону. Напротив головы мужчины справа другая мужская голова, мужчина в возрасте. Он как бы наклонился к первому мужчине. У второго мужчины подняты брови, глаза широко раскрыты. Рот тоже раскрыт, как будто он что-то говорит. На место носа у второго мужчины тоже с помощью фотомонтажа прикреплён жёлтый нос. Он прикреплён верх ногами. На место левого уха прикреплено синее ухо, повёрнутое вверх ногами. Как лицо, опять-таки, выскакивает из экрана, в какой момент лицо становится элементом. Распадается на элементы, как на язык. Что такое нос, как элемент языка. Если лицо актёра, это тоже язык. Что такое, если это изображение. Как этот весь алфавит можно разрушить и построить заново. Как Бальдесарь делает скульптуру, как может стать этот элемент языка, стать элементом скульптуры. Тогда возникает слуховая трубка Бетховена с ухом. А это ухо становится диваном. В традициях Сальваторо Дали, естественно, с его диваном губами. Из кумы этой визелеца Майвеста. Естественно, Бальдесарь попозировал на этом прекрасном диване. Как можно попытаться прочесть нечитаемую. Как можно попытаться расшифровать язык, что значит поднятая бровь в разных милеводских актёрах, с чем она может соотноситься, как она может рифмоваться с теми или иными образами, другими из бесконечного архива кинообразов, которые существуют и которые нуждаются в классификации, какой бы безумной ни была классификации. Потому что любая классификация безумна. Может быть, музей орлов, а может быть, архив поднятой брови, который, собственно, Бальдесарь создает. И, как в конце концов, само искусство становится, опять-таки, элементом этого гигантского архива. Это фрагменты того проекта, который был показан в гараже, который вы видели, где всё современное искусство превращается в архив и в алфавит. Этот алфавит можно попытаться прочесть, этот алфавит будет всё время рассыпаться. Соотнесены эти фрагменты, здесь вполне узнаваемого всё-таки ещё Матисса, с названиями фильмов и песен. Работа Джона Балдесари «Двойственный признак. 2011 год. Живопись». Прямоугольный холст ориентирован вертикально. Светло-зелёный фон. Вдоль левого края картины, ближе к левому нижнему углу, коричневым цветом, изображены человеческие ноги и таз. Изображение схематичное, без деталей. Половые органы не обозначены. Ноги прямые, как если бы человек стоял. В правом верхнем углу изображены согнутые в коленях ноги и таз, так как если бы человек сидел ягодицами на полу. Цвет ног тоже коричневый. Изображение схематичное. Под рисунком чёрными буквами на английском языке надпись «Тёмный город». Все названия, которые есть в этой части, это названия различных голливудских кинофильмов. И названия песен, в принципе, их все можно идентифицировать, забивая название каждой картинки в INDB. И там рано или поздно что-то и найдётся. Иногда это названия песен. Причём многие из этих песен – это песни Тома Уэйтса, с которыми были царе дружбы. Потому что Тома Уэйтс имел, несчастье, родиться в том же Нашнелл Сити. И как-то, в общем, они знакомы и общаются. Либо это, собственно говоря, игра с самими художественными образами. Можно ли сделать, можно ли их крестить, можно ли превратить золотых рыбок Матисса в консервы в банки с Кэмпбелл-супом Энди Орхоллой? Что из этого получится? На белой стене в два ряда висит восемь почти одинаковых холстов. Все картины написаны на прямоугольных холстах, ориентированных вертикально. Картины различаются только цветами. На каждой картине на голубом фоне изображена банка. В банке плавают три рыбы. В верхнем левом углу, например, банка голубая, а рыба оранжевая. Под ней красная банка с зелеными рыбами. Есть сиреневая, жёлтая, чёрная банки. Рыбы тоже все разноцветные. На каждом холсте под изображением оставлена белая горизонтальная полоса. В центре этой полосы чёрными печатными буквами написано название какого-либо супа. Например, под картиной «Где банка красная» надпись гласит «Томатный суп», а под изображением чёрной банки «Суп из чёрных бобов». Изображение банки с рыбками позаимствовано с картины «Матисса», а название супов отсылают к работам Энди Уорхола. Так же, как в ещё более в этих ранних, неосуществлённых проектах, предложениях в Бальдесаре 60-70-х годах была идея, попытайтесь подлечить одну, делать прививки одной картины на другую. Вы находите репродукцию Леонардо, где у персонажа с кожей не очень, и делаете пересадку кожи с картины Рафаэля, у которого, наоборот, очень хорошая кожа, его персонажа, попытаться сделать эти пересадки элементов с одной картины на другую. Вот такие же пересадки, такой же ребус, и он делает в этой выставке. И Балтус, да, вот этот персонаж с доской, это действительно персонаж Бальдеса. Холст квадратной формы, белый фон. Слева, высотой во весь холст, изображён мундштук трубки для курения. Сверху он чёрного цвета, внизу коричневого. Напротив изображён мужчина. Он повёрнут лицом к мундштуку и идёт в его сторону. На нём белые рабочие штаны и кофта. На левом плече он несёт деревянную балку. Она полностью закрывает его голову. Под изображением чёрными буквами на английском языке надпись «И Бальтюс». А то, что торчит рядом, это трубка, которая не трубка Магрита, судя по всему. И, то есть, да, это действительно танец Матисса, но хвост от собачки, это... Бачёня, да, это одна из классических картин итальянского футуризма. Как в это можно поиграть? Какую игру это складывается? И что такое концептуализм, как работа с архивом и с картинками? Что такое концептуализм, как бесконечная игра ребусов, когда это становится картинками? Ну и такой последний, собственно, сувенирка от Бальдесари, из музейной лавки. Я больше не буду смотреть на скучное искусство, написанное на этих прекрасных очках. На белом фоне лежат очки в белой оправе, стёкла тёмные. На левой дужке чёрными буквами на английском языке надпись «Я больше не буду смотреть на скучное искусство». Почему бы, зачем надо на него смотреть? Если образы, если... Не надо, если образы достаточно увлекательные складываются, вот эта бесконечная комбинация, которая показывает Бальдесари. Спасибо. В Музее современного искусства «Гараж» существуют различные программы для людей с инвалидностью. Подробную информацию вы можете получить на нашем сайте garagemca.org